Современные методики тренировочного процесса в футболе. В данной презентации мы рассмотрим современные тренировочные методики в футболе, а также основные принципы поддержания физической работоспособности в течение всего соревновательного сезона в профессиональном футболе. Представляем вашему вниманию основные тезисы настоящей презентации. Мы коснемся научных принципов развития физической формы, затронем футбольную философию, рассмотрим тренировочные подходы и поговорим о планировании. Зачем все это необходимо? Клубы, которые используют специальные фитнес-программы, основанные на данных, полученных в результате научных исследований, в течение нескольких сезонов фиксируют снижение травматизма. Другая немаловажная область, которую необходимо учитывать в процессе работы, это улучшение физической готовности команды и оказание поддержки всем игрокам в достижении и поддержании пика своей физической формы. Что представляет собой наука в футболе? Наука в футболе может охватывать ряд областей. В первую очередь, речь идет о том, что человеческое тело – это прежде всего человеческое тело, и в этой связи применение научных принципов всегда будет крайне актуальным. Наука и футбол имеют несколько основополагающих принципов, Также существует целый ряд контекстуальных факторов, которые необходимо постоянно учитывать в работе. Еще одной области науки в футболе можно считать превращение цифр, графиков и данных в контекстную футбольную информацию и ее дальнейшее использование на практике. Интерпретация цифр, графиков и данных жизненно важна для того, чтобы правильно расшифровывать собранные данные и получать на их основе содержательные ответы. Графически мы можем увидеть, как футбольная наука с легкостью подразделяется на четыре ключевые области – физическую, психологическую, технико-тактическую и социальную. Во всех этих областях научно-прикладные принципы, полученные в результате научных исследований, должны лежать в основе данных областей науки. Говоря про физическую область, можно отметить изучение и развитие таких направлений, как выносливость, надежность, устойчивость – от английского robustness. Работоспособность, мощность, скорость и повторение, а также качество движения. Что касается технико-тактической области, то здесь необходимо выделить такие сферы, как анализ, понимание игры, действие при владении мячом и при игре без мяча, а также способность повлиять на игру. Психологическая область имеет отношение к таким сферам, как уверенность в себе, тревога и механизмы ее преодоления, а также ответственность, мотивация и стрессоустойчивость. Наконец, социальная область обращена на изучение таких направлений, как отвлекающие факторы образа жизни, семья и профессионализм. Футбольная философия. Здесь необходимо задаться вопросом, есть ли она у вас, как вы ее разработали, что вы учитывали при ее разработке, основана ли она на науке, традициях или практическом опыте. Простая философия такова – защищать, повышать и развивать свою команду и игроков. Это подразумевает, что ваши игроки и команда в целом будут находиться в хорошей форме, будут свежими подходить к матчам и постоянно будут находиться в распоряжении тренерского штаба, применительно к тренировочным сессиям и матчам. При разработке своей философии следует рассмотреть несколько общих понятий, таких как развитие фитнес-компонентов, протоколы восстановления, диеты и питания, уровень готовности игроков, профилактика травматизма, а также развитие силы и мощности. Некоторые из этих областей будут определяться имеющейся в наличии материально-технической базой, оборудованием, людскими ресурсами тренерского и обслуживающего персонала, а также знанием и ноу-хау. Для того, чтобы разработать современную тренировочную методику, существует несколько научных принципов тренировочного процесса, которые должны лежать в основе всех аспектов тренировочной деятельности. Они широко известны и основаны на результатах научных исследований. К ним относятся следующие. Индивидуальность, специфика, перегруженность, поступательное движение, обратимость, а также отдых и восстановление. Известная цитата Жозе Мауриньо гласит, «Великий пианист не бегает вокруг рояля и не отжимается на пальцах. Чтобы стать великим, он играет на рояле». Быть футболистом – это не значит бегать, отжиматься или выполнять физическую работу в целом. Лучший способ стать великим футболистом – это играть. В этом и заключается его философия и подход к тренировочному процессу. Но очевидно, что некоторым игрокам потребуется нечто большее, чем тренировки на поле, которые проводятся в течение рабочего дня и недельного цикла. В этой связи может оказаться весьма полезной, более комбинированная модель развития. Например, значительная часть футбольной физической подготовки должна нарабатываться во время тренировок на поле в процессе специфических футбольных тренировочных сессий, разработанных для отдельного игрока, структурного подразделения, то есть, например, линии защиты, линии полузащиты или группы нападения и команды в целом. При этом для того, чтобы надлежащим образом подготовить игроков к подобным футбольным действиям, рекомендуется составить и провести соответствующие тренировочные занятия в тренажерном зале до выхода на поле. В дополнение к этому, во время работы в тренажерном зале необходимо развивать такие качества, как сила и мощность. Вкратце коснемся каждого принципа тренировочного процесса в отдельности. Под индивидуальностью понимается корректировка тренировки с учетом уникальных возможностей спортсмена и его реакции на тренировку. Программа тренировок должна учитывать различия в способности спортсмена к адаптации по сравнению с его партнерами по команде, чтобы обеспечить соблюдение принципов тренировки для каждого спортсмена. На эту способность влияют физиологические факторы, например, возраст, текущая физическая форма, история тренировок, психологические факторы, например, прилагаемые усилия или уверенность в себе, факторы, относящиеся к окружающей среде, например, питание, привычки образа жизни, ну и генетические факторы. Говоря про специфику, необходимо отметить, что физическая форма и отдача игрока и его работоспособность улучшаются благодаря тренировкам, включающим двигательные упражнения, а также благодаря интенсивности выполнения конкретной задачи и видов физической подготовки, таких как сила, мощность, выносливость или гибкость. Включение специфических спортивных задач в тренировочный процесс вызывает нейромышечную и метаболическую адаптацию, что приводит к улучшению физической формы и экономичности упражнений перегруженных мышечных групп. Тренировки должны быть направлены на улучшение физической формы и повышение эффективности отдельных ключевых спортивных компонентов. Что касается перегруженности, то здесь речь идет о подвергании ткани организма спортсмена более высокому по сравнению с привычным уровнем стресса, получаемого в процессе тренировочной деятельности. Бросая вызов к текущему уровню физической подготовки и работоспособности, можно добиться компенсаторных улучшений. Однако, чрезмерная загруженность и или неадекватный отдых могут привести к перетренированности, травмам и снижению отдачи и результативности игрока. Говоря про поступательное движение, необходимо отметить, что это, главным образом, постепенное систематическое увеличение тренировочного стресса для поддержания загруженности тканей и, таким образом, провоцирования непрерывной тренировочной адаптации. По мере улучшения физической формы и работоспособности в результате тренировочного процесса, отдельные переменные, такие как частота, интенсивность, объем, также должны увеличиваться, чтобы вызывать дальнейшую адаптацию. Скорость поступательного движения здесь очень важна, так как слишком быстрое движение вперед может привести к травме, а слишком медленное – отсрочить достижение цели. Обратимость Отмечается, что ослабление тренировочной нагрузки на ткани приводит к потере полезных адаптационных свойств физической подготовки и снижению работоспособности и КПД. Организм адаптируется к прекращению специфической деятельности и неадекватной тренировочной нагрузки так, что со временем появляется атрофия и снижаются показатели физической формы и работоспособности. Еще одним принципом тренировочного процесса является отдых и восстановление. Отдых необходим организму для восстановления после тренировки и способствует дальнейшей адаптации. Недостаточное количество отдыха может привести к перетренированности. В дополнение к принципам тренировочного процесса факторы FIT также имеют существенное значение при разработке тренировочной методики и их без сомнения необходимо учитывать. Так, первый фактор – это частота – Frequency. Как часто мы тренируемся, чтобы прогрессировать и совершенствоваться? Второй фактор – Intensiveness. Intensity – насколько интенсивно мы тренируемся в определенные дни недели, чтобы обеспечить достаточное восстановление после последнего матча или тренировочной сессии и не переутомляться в преддверии следующего матча. Третий фактор – время. Time. Сколько по времени длится каждая тренировка? Сколько по времени длится каждое упражнение? Четвертый фактор – Type. Тип. Какой тип тренировки должен быть осуществлен? За четыре дня до матча или в минус четвертый день? За три в минус третий? За два в минус второй? Или за день до матча, в минус первый день к игре? Другими ключевыми особенностями, которые также необходимо принимать во внимание, являются индивидуальные отличия. Здесь можно выделить следующие. Возраст. Например, молодые игроки в сравнении с возрастными. История тренировок. При этом индивидуальные отличия не коррелируют с возрастом. Различия в требованиях, предъявляемых комплуа. Например, центральный защитник против крайнего нападающего. Далее, в рамках вашего состава, команды в целом, можно выделить три группы игроков. Игроки стартового состава, запасные игроки, которые часто выходят во время матча, и игроки второго плана, которые зачастую вообще не выходят на поле, и поэтому либо совсем не имеют игрового времени, либо получают очень ограниченное игровое время. Подобное подразделение на три различные группы также необходимо учитывать в течение тренировочной недели. Позвольте мне сформулировать для вас главные философские концепции футбола. Защищать значит стремиться снизить риск возникновения травм мягких тканей, прочих заболеваний и обеспечить хорошее самочувствие игрока. Это может быть сделано с помощью протоколов мониторинга, таких как гормоны, иммунная система, биохимические маркеры, такие как определение уровня креатинкиназы, проведение анкетирования, тестирование работоспособности, как, например, обыкновенные прыжки, и, конечно, режим сна. Если мы сможем отслеживать данные параметры у наших игроков, это позволит нам принимать обоснованные решения, основанные на объективных фактах для постоянной защиты наших игроков. Здесь основной целью является улучшение и повышение физических и технико-тактических показателей, а также повышение устойчивости игроков к тренировочным нагрузкам. Этого можно достичь, варьируя размерами поля, количеством игроков, количеством серий и их продолжительностью, а также при помощи тренерской мотивации, управляя правилами игры, например, с использованием вратарей или без их участия, или, например, играя с соотношением времени работы к отдыху. Этими параметрами можно манипулировать при помощи игр неполными составами на маленьком участке поля, при помощи игр неполными составами на среднем участке поля, или при помощи двусторонних игр на все поле, которые тесно связаны по своей специфике с тактической стратегией команды. Здесь основная цель состоит в том, чтобы развивать методику тренировочного процесса, которая будет охватывать всех отдельных игроков и команду в целом, основанную на тактических стратегиях клуба или главного тренера. Это имеет огромное значение. Необходимо отметить, что существует целый ряд различных тренировочных подходов и методик. Например, разделены ли между собой бег и футбол, или они реализуются в комплексе? Учтены ли беговые и футбольные требования, предъявляемые к данной конкретной позиции на поле, в одном и том же упражнении? Интегрированы ли требования по линиям и общекомандные требования в практическую футбольную деятельность посредством упражнений, направленных на владение мячом, как, например, упражнение квадрат-держание, или проведение небольших двусторонних игр на ограниченном участке поля? Четко ли игроки понимают свою функциональную и тактическую роль в команде и в ее структурном подразделении? Здесь необходим интегрированный подход, объединяющий воедино физическую двигательную работу с тактическим пониманием и кругозором. Еженедельное планирование, учитывающее, что вы делаете на тренировке и в какой день недели, в значительной степени способствует возникновению накопительной усталости, или же, наоборот, способствует свежести игроков. На данном слайде представлено графическое изображение рабочего микроцикла. Два красных столбца – это матчи с субботы по субботу. Здесь виден волнообразный подход к периодизации нагрузки в тактическом и физическом плане. Ежедневное содержимое тренировочной сессии вытекает из общей методики тренировочного процесса и структуры микроцикла, рассматривая тренировочные принципы и факторы фит, не представляется затруднительным расписать и внедрить в микроцикл различные компоненты фитнеса и тактической работы, не забывая при этом о таких понятиях, как теория суперкомпенсации. Кроме того, ключевые компоненты физической подготовки для игроков в вашей системе и стиле игры необходимо развивать и поддерживать на протяжении всего сезона. Главной частью этого процесса является интеграция технической, тактической и физической работы через основные футбольные действия. Главный вывод сегодняшней лекции заключается в том, что для успешного выступления команды необходимо добиться детального понимания принципов тренировочного процесса и факторов фит, которые должны лежать в основе четкой и предельно ясной тренировочной деятельности. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.